В столице прошел еще один международный форум. Это научно-практическая конференция эндокринологов. Ведущие специалисты обсудили передовые методы лечения заболеваний щитовидной железы, а также ознакомились с достижениями и научными изысканиями. Детали в репортаже Натальи Готовой. На конференции собрались эндокринологи и врачи смежных профессий для объединения своих знаний и умений в целях улучшения жизни людей, страдающих сахарным диабетом. Медики Кореи, с которыми наши врачи наладили тесное и перспективное сотрудничество, обсудили стратегию введения данной патологии, пути лечения и профилактики осложнений заболеваний эндокринной системы. Особый акцент специалисты сделали на тот факт, что необходимо больше времени уделять работе с пациентами, где важно изменение образа жизни, налаживание правильного питания, отказ отредных привычек, здоровый образ жизни. От этих факторов на 55% зависит успех в лечении сахарного диабета. На встрече также обсуждались вопросы развития диабетологической службы в Узбекистане, внедрения инновационных технологий в лечении и проблемы службы поддержки пациентов. Это второй день нашей конференции. Первый день это был мастер-класс. Сегодня собрались эндокринологи всей республики, со всех регионов страны, с самых отдаленных уголков, обсудить две наиболее важные проблемы в эндокринологии. Это проблемы заболеваний щитовидной железы и заболеваний сахарного диабета. И вот благодаря совместному сотрудничеству между двумя странами, Кореей и Узбекистаном, стало возможным проведение данного мероприятия. Наши страны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере фармакологии. Важным результатом совместного партнерства между Узбекистаном и Республикой Корея является строительство и открытие при поддержке руководства вашего государства фармацевтического завода. Для нашей компании была выделена земля в 2 гектара в Алмазарском районе, где и планируется строительство нового завода. На первом этапе будет запущена упаковочная линия в течение года, а на втором налажено производство сырья для изготовления диабетических средств. Все это будет способствовать укреплению и развитию досторонних отношений. Также мы планируем подписать соглашение между Узбекской и Корейской ассоциацией диабетологов. На конференции говорили о продолжении и расширении совместных связей по всем направлениям эндокринологии. Специалисты обсудили вопросы диабетического просвещения как элемента терапии сахарного диабета, новой современной концепции в лечении этого сложного заболевания эндокринной системы.